приветище это light year frontier и мы продолжаем наши инопланетные фермерские делишки сегодня у нас в планах прокачать нашего меха и отправиться на новые территории чтобы их изучить еще хочу тебе похвастаться и стой торгаш подожди я похвастаться счет ну а меня такая вот и жесткая короче я у торгаша скупил все чертежи украшения а это я в прошлой серии типа вам говорил а также все чертежи для модификации моего меха то есть у меня все детали есть ты представляешь теперь я мажор остается только прокачать нашего меха а для этого нам понадобится красное стекло теперь новую железячку сделать вот такую железную детальку три штуки всего могу о как странно железная деталь обнаружена у меня же там дофига всю а у меня вас лохрома из мало нужно больше масла кукуруза а еще у нас закончился уголь я слишком много выплавлял стекла и теперь мне его не хватает на красные стекла благо я знаю где этот уголь можно достать в этой шикарной темной пещере где-то тут где-то не глубокая такая пещерка была воду вот здесь вот даже уголек а я тебя ищу значит давай иди ко мне а еще представляешь у меня тут дилемма 1 случилось компосты поломались то со мной ульф не хочет торговать на торговать задание выдавать то короче компост заглючил видишь он показывает что у нас производится тут удобрение этого приходи завтра а завтра мы с тобой проснемся придем сюда и нифига не будет обычно когда компост что-то там производит он воняет а сейчас он нифига не воняет поэтому разработчики вы задолбали исправьте уже в одно чините другой ломайте а поскольку у нас теперь есть красное стеклышко мы можем сделать красную линзу о новый ресурс ништяк осталось еще две линзы я смогу шланг для полива нового уровня открыть можно кстати еще и синюю линзу тоже открыть масла хромоиса мы же наделали так что железную детальки две штучки выдайте мне пожалуйста все бежим улучшать нашего меха так прицел нового уровня который автоматически 18 лунок одновременно засаживает качаем всплеск 2 уровня хотя написано размер 1 но всплеск у нас уже был первого уровня так что это считай второй шланг для полива дальность но сейчас нам одна линза не хватает день 33 какая красивая цифра ох елки-палки значит смотри компост нифига нам не произвел зато стекла у нас навалом компост компост как чтобы осрался еще проблема знаешь чем то что компост что-то там производит и поэтому удалите его не могу он тут навечно короче остался забаговался и это самая печаль а я короче строю еще одну печку плавильную потом ничего то ее не хватает и делаю красный а масло алой капусты нужно елки-палки я не то все делал масло алой капусты но пока там все производится надо бы ура зайчик собрать и затестить мои по улучшения и так сперва тестируем автозаполнение лунок 18 лунок теперь могу за раз заполнить теперь когда все высажено проверяем наш новый всплеск о вот это я понимаю сразу всю грядку ну почти почти очень недурно давай еще сюда блин ну почему по краям вот он не доливает и кстати этот всплеск чертовски экономит воду я три грядки одним всплеском залил о сколько масло алой капусты но теперь точно красных линз могу понаделать целую кучу а именно 5 штук по такому поводу прокачиваем шланг для полива теперь дальность полива у нас гораздо больше и вакуумный сборщик увеличивает дальность действия вакуумного сборщика то есть пылесос будет еще дальше сосать и пока мы еще отсюда не ушли хочу сделать себе несколько батареек эдак с десяток чтобы увеличить наш инвентарь смотрим сейчас у вместимость 90 килограмм в моего меха а после прокачки становится 120 на 30 килограмм подняли но теперь бежим и летим открывать новые территории прибыли на новую территорию и какой закат какая красота нос где тут что тут надо очищать чего спасать кажется здесь ну-ка-ну-ка как тут воняет слизью ну чтож попробуем это все какая струя смотри как далеко реальная поливая обалдеть и струя стала тоньше ну здорово наверное подсосем водичку пока рядышком с ней вон там еще воняет кажется а сорнячки ну с вами вакуумный сборщик покручен они смотри какие красные словно лавовые ясно сорнячками мы пока поторопились давай тогда пойдем в подгорный пляж вот сюда может там мы сможем что сделать нифига себе поляночка сорняков с ума сойти тут все заражено по пути железо нашел еще и хромоис надо бы забрать это всегда нам пригодится нифига себе за раз целые ряды кустов сосал вот это вакуумник у меня теперь давай-ка еще разок протестируем не ну ты глянь дичайший пылесос день 34 дождик что ли пошел да это мне на руку значит на ферму можно и возвращаться для полива грядок а я как раз до пляжа дошел кажется по крайней мере маркер мне показывает что я тут ну показывайте а чего вас тут спасать нужно сались вот-вот прямо передо мной в большом количестве надеюсь я смогу отмыть это все дело сейчас проверим а нет нифига сланг для полива на тут тоже слизь такая лавовая мощная ну тогда мне придется возвращаться домой тут что такое красивенькое интересненькое я такое не видел еще а как мне туда попасть по воде то я ходить не могу ну там красиво я попробую наверх забраться может там сверху есть просвет какой-то там даже что-то вам яйца этаж яйца сокровище мое какое волшебная богатая сверху только начать подарили нету сверху нет никакого просвета попасть туда можно только через воду а нужно ли мне это это вопрос конечно один из важных это что за кабач камень нифига себе побег кабачка мне ресурс на обнаружил подожди это как а это я у подгорь я нашел его но ок и поскольку я его подобрал у меня перегруз ничайший в камень выбросить весь не яичко вот надо яичко и яичко иди ко мне отлично прибежал домой и вот наконец-то я могу тебе похвастаться насколько я мажористый значит смотри деталь для робота нифига нету чертежи нифига нету остается только покупать ресурсы а в ресурсах тут вообще фигня какая-то дни семена который мне нафиг не сдались так что все можно разбирать короче торговую вот эту площадку и больше не ждать сюда в гости лолочку давай посмотрим что там нужно для апгрейда нашей поливалки и насоса шланг для полива второго уровня красная линза железной детали но это не сложно а для пылесоса аккумулятор стальные микро стальные микросхемы я еще ни разу не делал вот походу придется сделать начнется так мне нужно железных деталей сколько там не сколько я всего два получил их не хватает нам масла хромагиса окей также нам потребуется красная линза сделал одну но у меня по моему в запасе еще было да вот еще одна ништяк дальше батарейки у меня есть стальная микросхема и синяя линза синяя линза тоже у меня была всего одна правда делаем еще одну и стальные микросхемы у меня есть алюминиевые микросхемы железные микросхемы остальных то и нет потому что я еще ни разу сталь не делал настало твое время брусок из стали я чё тут подумал может моего робота перекрасить причем не обычной краской а какой-нибудь калированной так что делаю красную синюю желтую белую краску а там посмотрим что наколдовать получится по крайней мере фиолетовую я уже могу скалировать что ж на сегодня это все пойду подрыхну чтобы побыстрее у меня там все произвелось байки день тридцать пятый снова дождь не держит так масса тут дофига стальной брусок дофига новые сооружения я гриль могу делать стальные рамы стальные микросхемы стальные детали окей вот мне пожалуйста железные детали еще три штуки можно как раз три штуки будет благодарству и теперь стальные микросхемы что там для них нужно остальные микросхемы брусок стали медная проволока и шаковник насколько я все это могу сделать всего два потому что бедной проволоки маловато надо ее тогда запилить медная проволока дайте нам побольше 5 единичек а так мне микросхемы то 2 и нужно было все выходит я сейчас все прокачаю единственное надо пшеницу взять сейчас 63 чё все мне хоть нет не хватает еще пшеница надо так 30 . мне дайте вот теперь все можно эти задания закрывать держи дедуля и бежим улучшать нашего меха значит вот это прокачиваем и вот это тоже прокачиваем я объем резервуара могу прокачать нифига себе конечно же качаем так было 80 сейчас посмотрим сколько теперь лезем где резервуар суда надо пополнить его сейчас бегаем и насосем водички как настоящие комаришки так покажите мне резервуар суда 120 вот это дела теперь все залить можно ой я что-то еще краски понадел забыл про нее давай посмотрим что я теперь небесно-голубая краска оранжевая краска фиолетовая краска розовая краска я даже не знаю не знаю не знаю во чтобы перекраситься наверное вот оранжевую хочу и зеленую хочу а я еще ну ой 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 батюшки а розовую если сделать ярко-розовая краска открылась фиолетовая краска цвета коричневого цитрина и пегасе сколько мне тут она открывалась вот это да так вылазим значит нашего робота это мой краскопульт надо выбрать только красочку вы кончу от зеленый смотри какой прикольный и не у нас был красный есть розовый вот такой желтый белый оранжевый давай оранжевый хочу оранжевый болин закончилась краска оранжевым не пожалуйста еще сделайте благодаря на дальше робота запулить как-то неудобно вот и знаешь что хочу все-таки красное ставить есть у меня красный но вторичным цветом то есть вот такие полосочки сделать а если допустим о розовенький неплохо пишется и зелененький тоже а белый еще круче значит белый вот так вот а а сверху а сверху но я даже не знаю кабину тоже можно в принципе в оранжевый а руки пускай красные будут но от освежил немножечко своего меха неплохо так выглядит только руки все равно потом перекрасить придется я вернул засорнички с прокачанной пушечкой так что теперь вы не отвертитесь вот это я понимаю пошло дело есть наконец-то мы очистили эту территорию но раз здесь все можно сразу и на пляж бежать подгорный папа а это что у нас такое какой-то права дочек куда-то идет давай-ка проследуем ничего себе я так полагаю что это электрический провод интересно очень интересно тут походу мне на своих дух надо а сейчас мы будем тут реликвии всякие откапывать ну что ж приступим надо же узнать что за часть мебели тут раскидана всего их тут 16 штук смотри куда все это дело нас привело к огромным кристаллам синий кристалл ну такие мы добывали уже на другой территории вон там вот наверху еще висит как туда залезть пока что не совсем понятно хотя кажется понятно а а блин спокойной ночи малыши низинные равнины восстановлены вы чё за ресурс такой крутой радужная сталь что ли а чё по растениям еще один замок открыт растения нам к сожалению не показали на карте посмотрим так ого тут короче 4 ресурса который я не открыл нужно изучить все это дело но прежде надо артефакты все подобрать кажется я добрался до наконец-то это не добрался и что же мы в итоге собрали показывайте странную лампу мы собрали бежим теперь их скорее к роботу и и будем искать ресурсы которые для нас открылись тут о пачке я кое-что интересное нашел не знаю долетим и не долетим есть долетели это же устрица иди сюда мы а потом сможем продать так 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 а это у нас что такое семена медовлянки это не те ли штуки которые позволят нам фонарики делать такие знаешь типа маршмеллоу из меда разноцветные ух ты а это что такое ты что озерный кувшинчик но из него воду набрать можно я так полагаю но и сломать можно побег озерного кувшинчика то есть я его могу вырастить на своей ферме он будет накапливать там воду и я с него буду поливать огород прикольно придумано только мне таких кувшинчиков нужно много а вот и радужный этот ресурс нужно лучше наши поступила ну конечно на что вообще рассчитывал так получается кувшинчик я добыл да вот он у нас есть потом медовую эту фигню добыл цветная руда осталось как она называть сейчас посмотрю и что-то еще как цветная руда называется что это вообще залежи фрактолита а вот это что у нас такое на пляже какой-то новый цветочек цветок вот как он выглядит у меня ульф его все просил или лолочка ну вот и все получается все ресурсы я тут нашел ну поскольку тут все можно бежать и на подгорный пляж получается что если мы сейчас пляж очистим у нас откроется последний замочек на той магической двери и мы сможем туда войти так что надо обязательно в этой серии это сделать но чё слизни токсичны вы готовы к моей новой пушки до струя их изничтожает так а если я щас бомбану их вот этой штукой у нормально вообще я думаю что вот эти кусочки и слизни которые остались последние этот участок будет зачищен до спасатель начальных лугов круто ну все уходит что мы сейчас можем узнать что же скрывалась за той магической дверью бежим туда конечно же по пути буду собирать кабачка мне прикольное название кабачка мне и надо посмотреть по карте чего у нас тут есть собственно три ресурса которые мы еще не нашли они где-то тут есть ну и вернемся за ними чуть позже сейчас нужно успеть к той двери я хочу чтобы на заставке стоял мой робот когда будет кат-сцена я успел я успел а ништяк похоже что энергетические показатели высокие заряжена на полную потрясающий подумать только все это время прямо у меня под носом было вот это ну что ж идем нужно исследовать дальше все двери открылись и мой робот стоит тут инопланетное строение миссия начата короче нам не показали как эта дверь открывается поскольку я здесь стоял но вот ну как это назвали заглючил кат-сцену ну давай посмотрим что внутри собственно для продолжения необходимо чтобы все игроки встали на эту платформу здесь настолько глубоко что мои сенсоры не справляются поэтому вашему роботу предстоит стать моими глазами а мне точно сюда можно так где все светится значит там открывает у сил небесные кто это построил почему тут все за семью замками и сейчас тут выпрыгнет другой робот и будет битва деталов о чего ж тебе почему-то маркер показывает вам странное строение потому что да идем правильно похоже вода течет по всему строению может она была частью какой-то закрытой системы водоснабжения подобная система позволила бы жить здесь очень долго а вот наверху чё то есть но поскольку тут вода я туда не проберусь видимо ее нужно как-то спустить эту воду или выкачать и почему-то мне это дико напоминает субнатику только в субнатике все было зеленая тут фиолетовая ой-ой-ой прикольно прикольно чуть скажешь я думаю здесь все битали наши предшественники не очень удобное жилье надо сказать как будто в одной комнате ютилей с десятки тысяч жильцов внизу могут быть еще такие же комнаты Сломанная клавиатура Я ничего сделать не могу Там дверь завалена Поэтому, в принципе, только сюда Вот это муравейник, да? Вот это я понимаю Скоро и мы научимся строить Такое жилье Блин, сколько замков, ужас какой Похоже, эта дверь не запитана Ну, тут, походу, выход мой Человеческий Сейчас будем все подключать Хорошая работа Похоже, проблема разводки проводов актуальна во всех уголках земли Буду дальше сканировать инвестические цепи, чтобы разобраться в их технике Точнее, не земли, а инопланетных планетах Ну, короче, инопланетных зданиях Такая же тема в любой игре В той же субнатике, помнишь, мы все запитывали При помощи этих коробочек зелененьких Я забыл, как они называются Батарейки эти Еще одна дверь без питания, да? Ну, похоже на то О, стол, который я могу тоже сделать А тут есть где проход? А, тут нам проходить-то и никуда не надо Просто подцепить все это дело Не долетело А знаете что? Кажется, я знаю, как они передают энергию Будь у меня прямой доступ, ей наверняка можно было бы управлять Тут целый кабинет Мне ведь не кажется Эта штука очень похожа на компьютерный терминал Если получится его включить Я могу попробовать к нему подключиться Ну, давай попробуем Сейчас что-нибудь придумаем Единственное, я не понимаю Каким розеткам это все дело подключать А это далеко тянется вообще? Оно хорошо тянется Вон туда дать Нет, туда не тянется Значит, экраны надо подключать сюда Да, блин, а что ты? Что за гольф начал сада, да? Ну что ж, подключаюсь Ух, щекотно Кажется, у меня пропали записи о погоде за пару десятков лет Ну да ладно, я начинаю понимать, как управлять этой системой Но для полного доступа не хватает энергии А, ну ясно Вот и проводки свалились вверх О, ничего себе тут соты Все это сейчас воткнем Я надеюсь, все заработает так, как надо А тут порядка же нету, правильно? Вот такая, куда хочешь Хочешь туда, хочешь туда Что-то, что-то, походу, нет Надо все в одно как-то подключить Можно вытащить их обратно? Нет, это не так Давай верхний Видать, мне тут комбинацию нужно какую-то подобрать Подключение Комбинация подключения Обалдеть Нет, это не так работает Короче Короче, короче, короче А, так вот же, тут нарисован рисунок, блин, коннекта Дубина Ослина, дубина Вот так вот это все дело О, пожалуйста Еще он упали Подключашки И что, мне их так же подключить нужно? А, вот Ой, мне кажется, что эта энергия питала какую-то другую систему Но не похоже, что произошло что-то серьезное Мы в безопасности Потому что теперь у меня есть доступ к журнала операции этого компьютера Похоже, таких подземных бункеров несколько Пока не получается достать их координаты Продолжайте подключать источники питания Ну что ж, ладно Значит, вот нам вот эту вот букву Г Такую повернутую надо подключить, да? Она как бы зеркалится или нет? Буква Г откуда? С какой стороны? Наверное, отсюда? Вот, вот Вот эти вот меня розетки Немножечко настораживают Так, так это подключить, что ли? Наверное, да Где еще розетки? Розетки, розетки А здесь потом наверх получается И так вот Небольшие головоломочки пошли Головоломки я люблю Нет, не так Может быть, в другую сторону? Зеркалить надо Так Ножи Ага, вот Совсем другое дело В логах есть запрос на доступ к координатам другого бункера Может кто-то из жителей хотел туда попасть? Но насколько, сколько нужно смелости? Нам нужно докопаться до истины Координаты у меня, давайте проверим, что там Там инопланетная какая-то башка А, так мы с другой стороны, получается Ой, кажется, мы включили то, что контролировала систему водоснабжения Нам нужно будет как-то перебраться на ту сторону, чтобы найти выход Стрэндж обжект Сильный объект Новые умения Ногами по воде Хо-хо Зайдите на воду с разбега, чтобы ходить по воде Ничего себе Нифига себе Я открыл способность хождения по воде Я как Иисус Ну, давай попробуем Бежим, прям бежим, да? Оу Это не совсем хождение по воде Погодите, как вы? Вы сейчас использовали тот инопланетный источник энергии, чтобы пересечь воду? Поверить не могу Но эта способность в любом случае нам пригодится Классная штука Обалденная В любом случае, долго на воде я не могу находиться У меня есть ограничения Но я думаю, что они не такие уж и серьезные В принципе Я теперь понимаю, как добраться до островов, которые находятся за пределами воды Все, мы выбрались Сейчас я карту посмотрю Значит, ааа, нас тут не видно Вот на этого острова я знаю теперь, как добраться А следующий бункер, скорее всего, вот тут вот Или, может быть, он на острове В общем, не буду загадывать Выбираемся отсюда, а там уже посмотрим Было бы еще неплохо, если бы открылась дверь Которая бы сократила путь возврата Ну, то есть, выхода отсюда А то, если мы будем сейчас так же возвращаться, как сюда шли То это очень долго Так, погоди Я уже выбрался, что ли? Глубокое погружение Исследуйте хранилище в начальных лугах Я думаю, что на этой ноте мы будем закругляться И, знаешь, что я хочу проверить Вот тут у меня будет работать Стой, 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 стой Будет работать эта штука? Да, она тут работает Офигенно! Ну, а на сегодня это все Спасибо, что смотрел Если ты хочешь увидеть продолжение То не забудь поставить лайк под видео И подписаться, чтобы увидеться в следующем ролике Так что, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok